Вы видите, тема очень такая крутая, да, то есть очень такая душесчипательная, потому что с этими трудностями сталкиваются все, с ними столкнулась я в начале пути, мой муж с ними столкнулся, когда начал работать, рекрутировать. Сейчас с этим, спасибо большое, сейчас с этим будут сталкиваться и ваши новички, и, может быть, кто-то из вас, и, конечно же, мои новички тоже очень часто задают вопросы вот на такую тему. Вот, поэтому с вами будем все разбирать поэтапно, и, как обычно, весь вебинар будет прям в суть связь, и будет продолжение того курса, который я вам давала, все эти 12 вебинаров. Поэтому, если вы какие-то вебинары пропускаете, обязательно смотрите в записи, иначе вам будет непонятно, вот это, допустим, одна отдельная тема, потому что одно зависит от другого, да, то есть у нас с вами весь, все есть курсы вебинаров, на данный момент это уже 13-й, по-моему, по счету вебинар, или 11-й, ой, запуталась, да, и они друг между другом все связаны. Не посмотрев там 2-3 вебинара из курса, вы уже теряете суть связи, поэтому будьте, конечно, внимательны. Вот, о, победительница, смотрю, путешествие у нас тут зашло, Оля Дерябина. Оль, очень рада, что ты выиграла путешествие. Знаешь, почему рада? Потому что ты его вот действительно заслужила. Заслужила в каком плане? В том, что ты, во-первых, ты топ-лидер, во-вторых, ты отличный спикер проекта, а в-третьих, ты уже вип-консультант 26 периодов, ты вообще огромная умничка. А Оля Пенина и ее директриса-наставница там, наверное, чуть в обморок не упала, когда узнала. Вот, поэтому, конечно, это 12-я часть, да, спасибо, Анастасия. Вот, да, конечно, и смотрите, Оля не зазвездилась, ходит на вебинары, обучается, рекрутирует, растет дальше, и скоро ее ждет статус директорства, потому что она уже покорила ступень 19%. Вот, также, Оля от Оль, ты открыла уже ведь ИП, да, получаешь денежки на расчетный счет в банке? Да, Оля открыла, по-моему, ИП, получает денежку уже на расчетный счет в банке, и поэтому, конечно, я очень рада, что приз достался человеку, который взял все-таки трубочку. И действительно, сейчас мы будем путешествие разыгрывать таким образом. Три раза звоним, а собираешься еще только, да, три раза звоним, если человек трубку не берет, перезваниваем. Я считаю это правильным, потому что есть много людей, которые ждут, надеются и верят, и которые, ну, не хотят по каким-то причинам взять трубку, да, ни они, ни их директора, поэтому, как бы, давайте будем с вами сейчас фокусироваться именно на тех, кто действительно хочет победить, действительно хочет участвовать в розыгрыше, действительно, в это верит. Когда вы верите в чудеса, и когда вы морально к ним открыты, то они с вами и случаются, да. Вот, ну что ж, с чем сталкивается каждый новичок в начале пути? Чуть не профукала, да. Сидела, кстати, на вебинаре, услышала, что она выиграла, и она не поверила, что она выиграла, и сидела, не брала трубку. Я и кричу в Телеграме, Оля, возьми трубку быстрее. Ой, да, было, конечно, интересно очень. Через 2-5 дней работы все сталкиваются с трудностями. Ну, кто, конечно, начал рекрутировать, да, через 2-5 дней с момента рекрутинга, да. То есть, нашли людей, люди не работают, нашли людей, люди не делают заказы. Вот, значит, второй пункт, то, что люди не делают заказы, это тема 10-й и 11-й части курса «Та да я». Кто там был, поставьте плюсик мне, пожалуйста, и поясните, все ли я вам правильно рассказала, работают ли мои фишки у вас, и так далее, и так далее. Да, то есть, кто посмотрел, и скажите, полностью ли я для вас раскрыла тему. Полностью ли, потому что некоторые люди просто вот действительно не знают, что сказать, что сделать, и я там уже вам полностью дала и тексты, и шаблоны. То есть, я вам полностью все раскрыла, как я делаю. На самом деле оказалось все легко и просто, так ведь? Десятую сейчас смотрела, но ничего, там все записи по одной ссылочке. Особенно со звоном все применяю. Да, Оля у нас уже прошла 15 квестов по топ-лидерству, и сейчас уже девочки начинают получать регистрацию от проекта до уровня директора. Да, то есть, как нашу посильную поддержку. Все топ-лидеры, которые вступают в чат по квестам, да, то есть, они выполняют первый, второй, да, то есть, проходит 15 квестов, и 16-й квест – это вырасти уже на директора. Да, то есть, успех неизбежен. Вот. Вот и Светлана тоже прошла, кстати, квесты. Огромные молодцы. Итак, значит, люди не делают заказы в этом, в этом мы с вами не будем об этом говорить. Люди мало регистрируются. Значит, вам нужно посмотреть курс с самого начала, пересмотреть оформление брендовых страниц, пересмотреть накопительный эффект вебинар, да, то есть, это все в курсе, никуда я не отхожу сейчас, нигде вам ничего искать не нужно, все в одном плейлисте, да, то есть, что я имею в виду, да, когда люди мало регистрируются, то есть, или у нас качество страничек, качество охвата, вот, Леночка, спасибо тебе огромное, хромает, или у нас с вами хромает накопительный эффект. Мы с вами говорили о том, что накопительный эффект – это важнее даже, чем сам рекрутинг, да, то есть, когда вы находите людей в соцсети, которые в этот же день готовы у вас зарегистрироваться, очень редко такое качество, такие люди бывают вашими качественными, хорошими партнерами. А вот те люди, которые над вами, грубо говоря, в начале пути поиздевались, да, какие-то вопросы позадавали, вы ломали голову, как ответить, потом они неделю думали и все-таки к вам пришли, вот такие люди намного качественнее и глубже будут у вас работать и, скорее всего, и станут директорами, да, вот. И, конечно же, если вы не будете делать накопительный эффект, о чем я вас учила, да, создаете брендовые странички или странички для коллег, или бизнес-странички, кто их как называет, это все одно и то же. И, получается, вы ведете бренд свой очень качественно, очень качественное фото, очень красивое фото, вы сходили там, может быть, взяли у кого-то фотоаппарат или у вас нашлась там тысяча две рублей и вы сходили на фотосессию, да, то есть вы оформили свои странички хорошо, вы пишете посты с помощью чата постов и свои посты обязательно пишете, да, то есть и человек, думающий, да, с какой-либо рабочей странички, он будет, вы подружитесь с ним, да, то есть если человек сказал, что он хочет подумать, рабочие могут блокировать, да, то есть это наш проездной билет, грубо говоря, на работу, наши рабочие странички, их могут и заблочить, и заспамить и так далее. И мы с вами, главное, что делаем, мы с вами ведем брендовые работы, но там мы постим, да, уровни проекта мы с вами постим, уровень команды по стим своей, да, какие-то поздравления у нас там с вами проходят, какие-то интересные посты, видеоролики, которые вам создает интернет-проект Фаберлик Онлайн, да и вы сами можете сделать обзор по продукции, допустим, вам пришел подарок, да, вот, кому сколько, кстати, пришло подарков по программе бонус за покупку, там очень много подарков за рубль, да, то есть вот у кого чисто подарки, там скидки 70%, я думаю, много у кого что было, вот у меня лично было около 20 подарков, я все раздарила своим девчонкам. У меня запасты заблокировали, у меня не блокируют, у меня не блокируют, Наталья, что-то значит через чур сильно много мы делали на этой страничке, у меня ничего не блокируется, у меня есть люди, которые думали погоду и пришли ко мне с брендовой странички, действительно это так. Ага, два подарка за рубль, да, мне три, ну вот отлично, да, то есть вот даже об этом рассказать это уже здорово, потому что в магазине никто вам не подарит три подарка, два подарка, да, то есть это просто ненормально даже такое представить, что вы приходите в магазин, а вам там два-три подарка действительно хорошие дарятся. А, за ссылку, ну ссылка у меня одна в профиле, да, остальное я не делаю ссылки на брендовой страничке, это, конечно, весьма опрометчиво. Единственное, что я пощу, это ролики с YouTube канала, вот. У меня два было, ой, блин, целый этот вот водоворот подарков, классно, да, то есть, ну вы поняли, о чем вам можно постить, да, если вы VIP, под вас компания людей регистрирует и так далее, и так далее, и это, конечно, нужно все действительно знать, понимать и не уставать это делать. И когда ваши думающие люди будут на страничках для коллег, с рабочих вы им предложите дружбу, то они будут смотреть и к вам приходить. И вот этот накопительный эффект, он действительно дает очень хороший, мощный толчок прироста, если вы ничего не бросите и будете действительно качественное фото выгружать, да, там не фото там какие-нибудь там, не знаю, в дутых курточках или, не знаю, над раном диване или там застолье с водкой, да, то есть, или еще что-то, да, то есть, ну вы меня сейчас поняли. Вот, далее, четвертый пункт, это блокирует странички. Пятый пункт, я не умею обучать людей, да, то есть, шестой пункт, люди не знают, как развиваться в интернете, если не получается рекрутировать на роботах и вручную, да, то есть, эту тему мы с вами сегодня тоже заденем. Так, значит, вот все эти пункты, это есть у каждого новичка. У кого-то что-то конкретно может не получаться, у кого-то много регистрации, маленькая включаемость, у кого-то нет регистрации, у кого-то одна регистрация в каталог, навсегда веб-консультант, да, то есть, у нас с вами у всех разный подход к работе, и этот разный подход к работе делает нас оригинальными, и это очень хорошо. Но есть фишки, которые нельзя обходить мимо, чтобы у вас получился действительно качественный рекрутинг. Поэтому мы с вами сейчас будем осознавать статистику в начале работы, да, вот. Итак, поехали-те с вами. Ну, первая, да, больная тема, почему у меня не работают люди. Во-первых, где вы их нашли, и решаете ли вы за людей при рекрутинге, вот этот будет у меня работать, этот не будет у меня работать. Я выберу того, кто победнее, и не буду выбирать того, кто вот там хорошо выглядит и уже успешный, да. То есть, почему так случается, да, то есть, люди, даже если они работают на обычной работе по найму, но они пытаются выглядеть хорошо и красиво на фотографиях в соцсети, это значит люди, которые тянутся к чему-то, и у них есть вдохновение. Люди же, которые считают, что выложить там грязного ребенка на фоне обшарпанных обоев всего в дырках, это нормально для них, значит, они к этому привыкли, они это не стесняются, и работать они, скорее всего, у вас и не будут, потому что такие люди привыкли так жить, и им ничего не нужно, да, в этой жизни. Поэтому, конечно, я очень часто сканирую людей при рекрутинге в соцсетях, и я понимаю, что отлично приходят люди в возрасте с 18 до 45, отлично приходят люди, да, то есть, если вы возьмете младше, то там начинается, я у мамы спрошу, мама скажет, куда ты полезла и так далее, да. То есть, таких людей я обучаю, но только если они приходят ко мне сами, да, сами приходят, у меня есть молодая девчонка, такая умница, такая красавица, такая крутая, работает отлично, но в основном те, кто меньше возраста, меньше 18 лет, они сдуваются, они очень мнительные, им это не скажи то, не скажи, они обижаются, они не понимают, что это для них же нужно, да, вот, потому что мама с папой накормят, оденут, умоют, спать уложат и так далее, да, то есть, мы это все понимаем. Много тупо молчат, у всех много тупо молчат, о статистике мы с вами тоже поговорим, вот, я сейчас взяла еще, отлично, Ёль. Вот, значит, зовем, значит, смотрите, мы с вами рекрутируем, порекрутировали и к нам, допустим, пришел человек, да, на бизнес, вот сейчас я с вами именно про бизнес поговорю на этом слайде. И смотрите, проанализируйте себя, все вы делаете правильно, если зовете на школы человека или высылаете записи, приучаете человека смотреть чат, например, ты видел новость в чате, ты видел запись вебинара, ты знаешь, где смотреть запись вебинара, да, то есть, у нас с вами есть канал по записям вебинаров. Далее, обучаем человека на сайте. Обязательно созвонились с человеком, да, вы тут поняли, что созвон – это минимум, что нужно сделать. Обязательно созвонились с человеком, значит, обучаете на сайте, открываете задания, проверяете задания, придираетесь к выполнению этих заданий, вы стараетесь сделать сразу так, чтобы ваш новичок действительно качественно повел своей страничке. Далее, созвон в начале, плюс созвон, если что-то не получается, вот это минимум сопровождения. Третье, рассказываете про подарки, помогли разобраться в них, да, сейчас блага Фоберлик Клуб нет, вы можете рассказать стартовую программу, бип-программу, да, то есть, уменьшилось, человеку меньше путаться нужно. Далее, подписали на рассылку для зарегистрированных, это прям как пить, дать нужно обязательно подписывать, интернет-проект Фоберлик Онлайн, приготовил для вас замечательную рассылку, если вы ей не пользуетесь, то, конечно, минус ваш рост. Пятое, добавили в чат коллег Фоберлик человека, да, в свой веточный чат, добавили, вот, ну, как раз, да, то есть, добавили в группы для коллег Фоберлик, обязательно ваши люди должны быть в группах и видеть, как вам это рассказать, масштабы проекта. Вот, то, что не он один тут сбоку, и вы там его нашли, такого вот всего бедненького, да, а то, что действительно у нас серьезный проект, серьезные люди и серьезные деньги и серьезные доходы, да, то есть, вот это нужно обязательно сделать акцент на этом. И восьмой пункт, как мы с вами говорили, про накопительный эффект в работе, это провести под новичком активную регистрацию, не позднее, чем через три дня, с того момента, как вы самого новичка зарегистрировали, да, провести под него другого новичка, и обязательно рассказать ему, что под ним растет структура. Вот, пожалуйста, готовые тексты, что под человеком растет структура. Я вам их высылаю уже третий раз за курс. Добавляйте в закладочки. Далее. И, конечно же, в совокупности, если вы сделали для него все, что тут сейчас написано, и вы сделали все правильно, вы сделали все верно, и если человек ленится, то, но вы вот вообще действительно вот все, что тут есть, по совести сделали, да, это его проблемы. Учитесь отпускать людей, учитесь понимать, что интернет, он не для всех. Некоторым сложно в интернете, некоторые не понимают вот это вот все один за всех и все за одного. Очень многие приходят на проект, думают только о себе, о своем доходе, и стоят месяцами на месте, а потом начинают понимать, что чем больше их люди зарабатывают, тем больше они будут зарабатывать, вот тогда у них начинает получаться, конечно, да. Это, конечно, еще нужно, нужно постоянство. Если вы человека зарегистрировали под него другого, под другого, третьего, по третьего, четвертого, первый должен уже видеть под собой прирост, и видеть, что тут все реально, и видеть, что ему помогает. И иногда вот кто выше, там, повыше веточки, они начинают включаться позже, когда действительно начинают видеть результат. Но этот результат ему тоже нужно показать, да, то есть вот тот накопительный эффект, что вступает в силу, как в работе, да, то есть у нас есть рекрутинговый накопительный эффект, который нельзя ни в коем случае терять, и накопительный эффект именно в работе, когда вы строите ветку, и верхние лидеры начинают просыпаться, даже если у них в начале пути были какие-то сомнения, что им все-таки помогают. Но если мы им об этом сообщим, они об этом узнают, а если мы им об этом не сообщим, у вас вся структура будет неактивная. Все-таки за что-то ведь компания платит такие огромные деньги, так ведь, за что-то ведь она должна платить. Вот как мне девчонка говорит, Аня, сколько ты зарабатываешь? Я говорю, ну, больше ста уже давным-давно. Она мне такая говорит, ну, за эти деньги надо пахать день и ночь, и вообще никогда не на белом свете, и вообще я говорю, нет. Я говорю, я езжу по 3-4 раза в год в разные курорты, в разные страны, в разные, ну, как бы, да, даже в разные страны мира, да, и она так смотрит на меня, а когда ты успеваешь? Это же надо вообще без выходных, без выходных, да. То есть какая вот тут суть связи вами увиделась, да, в этой девушке? Она не понимает, что чем вы выше, тем больше у вас регистрации снизу, потому что тем больше вы запускаете вот этот вот свой товарооборот и людей, которые вместе с вами захотят в итоге зарабатывать. То есть акцента у нас на что? Вначале мало, потом все больше, 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 больше. Но это нужно терпение и труд, да, то есть мы с вами об этом разговаривали уже. Поэтому если вы все действительно по совести сделали, вот это вот для своего будущего бизнес-партнера, который к вам зарегистрировался, и если человек ленится, это его проблемы, не ваши. Вы в интернет с помощью себя несете что? Человеку несете возможность стать успешным, богатым, разъезжать по разным странам мира, и себе вы эту возможность несете, и своей семье. И если человеку это не надо, или он в это не верит, девочки, мальчики, это его проблема. Так ведь? Согласны? Я всегда таких людей переступаю, и зачем они мне нужны? Они зарегистрируются, молчат целый месяц. Вот. И я перестаю обращать на таких людей внимание. Не хотят, пусть не делают. Да, то есть мы с вами ищем тех, кому нужны деньги. А в интернете очень много людей, кому нужны действительно деньги. Вот. Поэтому, так, дальше, да, то есть второй созвон. Если у вас появился новичок, у которого действительно со статистикой проблемы, да, у кого-то, вот я видела сейчас, со статистикой проблемы, некоторые не понимают проблемы, не понимают охват, и получается, что не могут сделать, вот им кажется, что все им отказывают, никто у них не работает, да. То есть, ну, смотрите, примерная статистика. Если вы будете делать одну регистрацию в день, это не менее 600-700 человек охвата, да. То есть, если вы хотите от одной до трех регистраций, то вам надо тысячу охвата в день, да. То есть, это я вам сейчас говорю ручной метод. Про роботные мы с вами тоже поговорим, заденем эту тему на этом вебинаре. Сейчас именно ручной метод работы, да. То есть, 1-3 регистрации, это уже отлично. Но, отметьте, да, максимум 3 регистрации с 1000 охвата, это вам получается, сколько вам человек отказали, да. 900-97 человек вам откажут или скажут, что подумают, да. Думающих мы с вами сразу же на брендовые странички добавляем, которые мы ведем качественно, да, и все такое прочее. И что у нас получается? То есть, и отказов, понятно, что очень много, безумно много, и нам кажется, что к нам никто не приходит. Что мы пускаем в свое сердце, в свое вот мышление, это негатив, да. Мы пускаем негатив, потому что кто-то нагрубил, кто-то не ответил. Ты сидишь и думаешь, что деньги не нужны, что ли, да. То есть, ну, в таком вот плане у нас с вами получается, что некоторые особы у нас на проекте очень чувствительны к этому, ко всему, а действительно нам с вами нужно включить, как я вам рассказывала в начале курса «Та до я», холодное сердце, включить рекрутинг, рекрутинг на автомате и не задерживаться на таких людях, которые не обратили, может быть, внимания. Если отказов вообще много, и у вас действительно, вот вы три дня подряд сделали охват по тысяче человек, у вас охват три тысячи, у вас должны уже на третий день пойти регистрации с первого охвата, и вы понимаете, что у вас нету регистрации, да. Тогда, конечно, нужно пересмотреть, опять-таки, свои странички, пересмотреть качество фотографий, потому что и обязательно пересмотреть свой подход к людям, может быть, поменять первое сообщение или еще что-то. Далее, смотрите, какова статистика. С тысячу охвата каждый третий, пятый у вас будет делать заказ, да, то есть получается тысяча охвата, одна, три регистрации, да, то есть и примерно каждый пятый делает заказ. Вот сейчас на проекте «Фаберлик Онлайн» в целом общая картина – это каждый четвертый делает заказ, да, то есть получается, что тут, как бы вы не доносили акции, не все любят съесть, тыкать кнопки, кому-то проще сходить в магазин, и это факт. Поэтому с этим нужно смириться и понимать, что зарегистрировали вы пятерых, у вас будет один-два человека с этих пятерых с заказом, да. То есть если вы зарегистрировали 20 человек за каталог по одному в день, то есть важность, вообще как бы одна регистрация в день у нас с вами получается, да, выходит из 20 человек, у вас должны быть 4-6, от 4 до 6 человек сделать свой средний балловый заказ примерно в 20 баллов, да, то есть и начать уже кто-то, может быть, двое начнут работать, да, максимум трое. Если, конечно, вы будете сейчас делать 3 регистрации в день, да, то понятно, что у вас активность структуры резко возрастет, вы можете сразу же вести там 2 веточки, получается, да, делать их крутыми, с каждым созваниваться, там, да, по 15 минут, 45 минут в день, получается, у вас прибавляется к работе, то есть 3 часа вы рекрутируете, 45 минут в день у вас уходит на созвон, и час в день пообучаться, да, то есть и, может быть, кому-то в чатах поотвечать еще там 20-30 минут, да, то есть пришли, ответили, можете делать свои дела, потом опять пришли, проверили, да, там через пару часиков, пошли спать, опять сели с телефона, полистали у кого какие вопросы, поотвечали, да, то есть с одной стороны не трудозатраты, но с другой стороны мы с вами идем к какой цели, да, вот, и, конечно, когда мы с вами получаем много отказов, то мы забываем, да, что у нас, грубо говоря, шпоры, да, и цель, да, как у лошадей, почему я сделала такое сравнение, потому что я действительно рабочая лошадка, я всегда такой была, я всегда стремилась к чему-то большему, я всегда много работала, даже не зная про существование сетевого маркетинга, я очень быстро и в жизни становилась старшим продавцом, заведующим магазином и так далее, да, то есть, да, шоры, и получается, что мы с вами сейчас должны вот так же себя вести, то есть вы, я заходила, допустим, на смену в свой магазин, и я видела, это плохо следить за просроками, девочка, нужно обязательно все убирать, люди берут на возврат, поставщики берут на возврат, эта девочка, эта-то плохо делает, так, у этой нет бейджа, да, то есть я всех просканировала, то же самое сейчас я сканирую своих новичков, у этой плохие фото, да, то есть то же самое, вот эта вот распределительная обязанность, она должна у нас с вами все-таки выработаться со временем, если вы хотите быть руководителем структуры, за которую вы будете там получать 50-100 тысяч русских рублей, да, я сейчас русские рубли имею в виду, поэтому у вас будет с охвата, допустим, в 10500 человек от трех лидеров в каталог, это надо понимать сразу, и рассказывать своим новичкам, если они начнут разочаровываться, но рассказывать им не таким вот сухим текстом, да, как сейчас тут написано, а действительно говорить правду, что это бизнес, начинающийся с нуля, где вы видели интернет-магазин или магазин без рекламы, без всего, который вы открыли, и к вам сразу же все пришли, все скупили, и вы там в многомиллионном плюсе, не бывает таких магазинов, согласны? Все начинается потихоньку, все начинается с нуля, все кофейни, все кафешки открываются, да, то есть там тоже срабатывает принцип сетевого маркетинга, я сходила в кафе, мне там понравилось, я в следующий раз пришла с друзьями, или рассказала друзьям, что вот идите туда, там вкусно, классно и официанты крутые, да, а вот в этом кафе мне не понравилось, там пришла какая-то, извините меня, тетка, которая хладнокровно записала заказ, ушла, еще и прифыркнула, еще и вид недовольный сделала, еще и принесла салат и даже вилки с ложкой не дала, да, то есть бывают такие официанты, они дают вилки с ложками, и ты сидишь и думаешь, а чем я должна кушать, руками что ли? Их зовешь, они идут такие недовольные, что вам нужно, да, то есть сидишь и думаешь, ну вот человек работает с оклада, да, то есть ему ничего не надо, да, то есть человек же работающий на себя, да, обратите внимание в магазинах, да, в этих же там, ну вот недавно я была в обыном магазине, да, я покупала себе туфельки, и я заметила, девочка работает с процентом, я точно знаю, что в этой сети они работают с процентом, вот, сеть дорогая, конечно же, вот, и я туда захожу, и они сразу же, здравствуйте, будут вопросы, обязательно задавайте, я только взяла туфлю в руки, чтобы повертеть, она мне говорит, есть 37, 38, 36 размер, есть спрей к этому, да, то есть начинает бегать вокруг тебя, и вам в принципе более-менее приятно, она вроде бы не лезет сразу, да, но вы начинаете выбирать, и она тут же стоит у вас за спиной, и вы понимаете качество обслуживания, и вам захочется в следующий раз туда прийти, да, вот, да, платье с новой коллекции, и вам захочется в следующий раз туда прийти, вот я в следующий раз туда уже привела дочку, и мы там ей купили две пары обуви, да, то есть пусть пара обуви такие, ну, весисто стоит, но мы туда пришли за хорошим обслуживанием, да, то есть, и, конечно, люди себя уважают, это они, грубо говоря, создают о себе хорошее впечатление, да, то есть и туда тянется, даже если там дороже, понимаете, а рядом стоял раздел какой-то, не помню, лопоток, что ли называется, мы туда зашли, там прямо запах вот этой резины в нос, вот этого вот кожи замы в нос, да, там даже некая кожа, непонятно из чего сделана, там куча каких-то мятых туфлей, гора, все вот это вот валяется, перевал, люди друг у друга что-то там выхватывают, негде примерить, где-то в углу, в наклонку, пальцем, да, то есть палец суешь, чтобы надеть на пятку, да, то есть я так зашла, я так, пусть я могу купить туфли за 800 рублей, но я оттуда вышла, да, просто понимаете, вот, и то же самое у вас должно быть, да, в голове понимание, что вы работаете с человеком, и вы должны быть всегда приятными в общениях, вы должны быть добрыми попугаями, неутомимыми добрыми попугаями, да, мы с вами уже про это поговорили, и вот тогда у вас получится действительно хорошая, вот, включаемость людей, очень терпеливо, у меня тут пришел новичок, она три раза у меня спросила, видео по маркетинг плану, то есть она не умеет листать мышкой вверх, ну и что, я и три раза скинула ссылку на маркетинг план, пока человек осваивается, нужно делать для него все, да, то есть потом, если она уже совсем всегда будет забывать, да, то есть я ей уже позвоню, скажу, ну-ка, давай добавляй закладки, чтобы смотреть, да, то есть вот далее, это надо понимать сразу, то, что я вам сейчас, спасибо, Олечка, это нужно понимать сразу, чтобы вы осознанно пошли в бизнес, да, то есть у вас есть цель, вам разочаровываться некогда, вам упускать руки некогда, почему, потому что все через это прошли директора до единого, я вам клянусь, прямо вот честное-пречестное слово, если есть директора, да, то есть, конечно же, что они рекрутировали на земле с помощью каталогов, что директора рекрутировали в интернете, да, то есть получается, они все равно получали отказы, отказы это нормально, отказы это способ борьбы с возражением, и вы становитесь с каждым отказом всегда умнее, 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 мобильнее и интереснее, и это тоже здорово, да, конечно, вот Аллочка директор пишет, ну вот значит, Женя, что со сгонами может быть что-то не то, не могу понять, это нормально, без отказа нет согласия, Оля это точно уже уяснила, Оля уже там серебришка назревает, статус серебряного директора, я уже ручки потираю, Оля давай делай, Оля Дерябина делай, Олю Пениной с серебром, пожалуйста, уже сделай уже, пожалуйста, Вот, значит, давайте с вами дальше поедем, да, чтобы сделать качественный охват, мы с вами создаем много страничек, как создавать, чтоб не блокировали, зачем так много, это тоже нужно обязательно знать, зачем много страничек, чтоб вас не блокировали, дорогие мои, да, нет, Ирина Подзолкина, да, ага, ну все хорошо, вот, чтоб вас не блокирует, дорогие мои, что б у вас реагрутин был более гладким, И когда мы с вами создаем рабочие странички, что нужно понимать? Не делайте одно имя, другую фамилию, третье отчество. Делайте всегда, я пишу Анна Кононова в скобочках девичья фамилия, Анна по-русски, Кононова по-английски, Кононова по-английски, ой, Анна по-английски, Кононова по-русски, то есть там в скобочках провалено, Иванова, Петрова, Сидорова, и начинается, начинается. То есть обязательно делайте так, чтобы вас не блокировали, и когда вы с брендовой странички добавляете думающего человека с рабочей странички, чтобы у вас совпадали, как вам даже сказать, главные фотографии, чтобы они не были одинаковые, но чтобы там на обеих фотках были вы, а не толпа там каких-то непонятных людей. Да, и во-вторых, чтобы вы, как вам даже сказать, имели представление о том, что этот человек увидит имя, фамилию вашу и поймет, что это вы, да, то есть вот это такой момент, что когда вы создаете кучу страничек с различными фамилиями, именами, а это уже ни к чему хорошему особо не приводит, я вот это заметила. Далее, что, то есть просто вводим в курс дела, прописываем пусть видение, если вы звоните новичку, объясняете эту статистику, или вот сейчас вы сами для себя понимаете. Задайте мне, пожалуйста, вопросы, если... Так, мне что-то долго в двери звонят, никто не открывает. Минуточку, буквально одну минуточку, пока почитаю. Прошу прощения за заминочку. Итак, смотрим, Рафаэл, отвечая на ваш вопрос, я не все понял, кому обращаться, обращайтесь к своему директору, к своему вышестоящему наставнику, кто с вами непосредственно работает. Вот, если с вами никто ничего не делает, да, то есть вот я, допустим, своим новичкам звоню намного реже, чем, допустим, новичок должен звонить своему новичку. Почему? Уже сколько на мои вебинары? Если вам непонятны вебинары, и вы видите, что ваш наставник сидит тут, и вам что-то непонятно, вы можете позвонить своему наставнику, набрать, и я возьму трубку, пожалуйста. Вот, далее, значит, о чем мы с вами поговорим. Если у нас топ-лидеры есть на проекте, да, то вот еще что хочется вам сказать, да, вот идею мне Рафаэл подал, они проводят много планерок, много вебинаров, и часто очень делают охват планерками всех новичков, даже за своих новичков, да, то есть и получается такая слаженная работа в тандеме, что приведи новичков, я быстренько им все расскажу, да, разложу по полочкам. И есть такие лидеры, которые ведут, как вам даже сказать, которые ведут, допустим, там через день, там, трансляцию, допустим, в Инстаграм, да, то есть и все рассказывается им людям там. И заодно это еще плюс ко всему рекрутинг, да, то есть они выходят, там, привет, девчонки, давайте с вами знакомиться, то есть подают объявление в чат, что девочки сейчас будет планерка, все туда заходят, все там тусят, и вот вы рассказываете тот текст, который я вам дала вчера, да, на вчерашнем, ой, на прошлом вебинаре, не вчера, простите, и вы уже вот таким образом тоже можете делать, да, то есть и у вас будет двойной охват, да, то есть у вас всегда будет страничка актуальна, да, которую вы запускаете, там, к примеру, промо-флой или вручную подписывались, вот, и так далее, и так далее. Вот, дверь я уходила открывать, девочки, дорогие, вижу тут, может быть, задержку или еще что-то. Дело в том, что у меня няня сегодня работает в смену, она пришла с занятий с Викторией, Виктория ходит в центр развиваться, заниматься и забыла ключи. Я его сейчас открыла, сбегала дверь и прошу прощения. Понимаю, что это так не по-деловому, так не должно быть, но это бывает очень редко, поэтому я думаю, вы меня простите. Далее, чтобы получалось работать, я вам расскажу свою личную статистику, как она есть, да, то есть уже вроде связь норм, да, но все, хорошо. Так, у меня делают всегда, да, и сейчас, ну, сейчас, конечно, у меня активность вообще 90%, но ко мне уже люди идут на бренд, я про это даже рассказывать вам не буду. У меня очень часто бывают 2-3 регистрации в день, чисто из тех людей, которые сами ко мне приходят, да, вот, и когда мы с вами сейчас понимаем, да, что такое бренд, да, бренд это в совокупность, конечно же, это же и YouTube, старт у нас с вами будет 4 марта, не забудьте, что 4 марта старт по YouTube, вам не жить, не быть туда надо, вот, и тут самое важное, что нужно понимать, это, что даже у меня, да, то есть при рекрутинге, да, то есть я запускаю промо-флоу, я могу запустить каких-то роботов вручную, я уже действительно не рекрутирую, за роботов, конечно, блокируют сильно много, то и то каждый четвертый, даже пятый, каждый пятый на роботах сейчас начал делать заказ, тут я не поправила, это еще ручной рекрутинг у меня был. Так вот, если у вас с 1000 людей охвата, получается 3 регистрации, и каждый третий с этой регистрации делает заказ, и каждый десятый, пятнадцатый становится хорошим рекрутером в команде, у вас все в порядке, вам просто нужно понимать сейчас на данный момент статистику в интернете. Мы с вами работаем на очень холодном отдаленном рынке, это даже не такой холодный рынок, когда люди работают на земле и раздают там каталоги, да, то есть их хотя бы видно. Так, что-то у меня тут открылось. Их хотя бы видно, да, людей, вот. А мы с вами работаем просто вот фото с фото, да, то есть и тут, конечно, нужно прекрасно понимать, что человек нас понимает только через призму общения. Поэтому обязательно, конечно, чтобы у вас была вот такая же статистика, которую вы сейчас видите, да, с ручного рекрутинга, вам нужно обязательно, вот прям второй абзац сверху, прочитайте его еще раз, вам нужно обязательно применять голосовые сообщения и наполнять свои бренды красивыми роликами, которые для вас создает проект. Это минимум, что вы должны делать, и не забывайте, под каждое фото минимум 10 хэштегов, минимум 10 различных. И свой личный хэштег обязательно придумывайте, да, то есть, допустим, у меня хэштег Анна Кононова, да, то есть и меня уже люди нажимают на этот хэштег и видят кучу моих постов. Вот, далее, чтобы получалось работать, делаем ежедневный охват людей от 1000 человек в день минимум. Что это у меня сегодня тут пищит, да, 1000 человек в день минимум. Прям вот этот, это самый такой минимум, который вам действительно необходимо знать. Так, у кого что пропадает? Видно ли меня? Слышно ли меня, дорогие мои? Тема важная, мне бы хотелось, чтобы вы слышали. Тогда я отключу свое видео, да, оставлю для вас свою фотографию. Нормально или пропадает? Убрать? Оставить только фотографию, убрать видео свое. Видно, слышно? Тогда все, поехали с вами дальше. Может быть, у людей просто много всего, но включали вы, и из этого вам плохо видно, что у вас слишком много всего на открытый интернет тянет. Вот, далее, чтобы получалось работать, делаем ежедневный охват людей от 1000 человек в день минимум. Это дружба. Полетим с вами дальше уже, у нас с вами время. Так, далее, если у вас ежедневного охвата 1, 2, 3 регистрации, то все идет у вас просто отлично, и зря вы в себе сомневаетесь. Это действительно правда. Начинайте лучше передавать свои знания своей команде, если у вас такая крутая статистика. Вы добились самой лучшей статистики, и вы обязаны с собой гордиться, если она у вас такая, да. То есть, вот я знаю лидеров сейчас, и они есть на вебинаре. Если они захотят в этом признаться, я буду рада. У них по 20, 40 и даже 50 бывает регистрации за каталог. И они рекрутируют каждый день, и это круто. Вы делаете 1000 дружб, и тем, кто принял дружбу, вы отправляете первое сообщение или картинку, или, может быть, видеоролик, что угодно. Дружбу примут очень не все, но в охват это входит. В охват это входит. Вот, далее. Хорошо, если человек у вас про подарки, а, ну, это было на прошлом вебинаре, я не буду повторяться сейчас на данный момент, да. Поедем с вами в следующий слайд. Далее, значит, дорогие мои, для тех, кто боится обучать людей, да. Кто боится, напишите букву Я, потому что я тоже раньше безумно боялась. Я думаю, сейчас я приведу кучу людей, а что мне с ними дальше делать. Вот у меня был такой вопрос, да. Вот такой вопрос в голове я терялась. И когда я увидела систему обучения, тогда ее создавал только Николай Андрейко один. Вот, Татьяна Сафронова проводила, помню, что один вебинар, по-моему, в неделю. И плюс ко всему были какие-то тексты предоставлены. И я с этих текстов начала рассказывать систему работы, потом поняла, что проще создать ролик и рассылать его всем. И вот таким образом у меня, честно сказать, немножко отойду от темы, получился бренд, да. То есть я начала создавать ролик, давая своим новичкам, чтобы они тоже посылали. После регистрации своим новичкам меня смотрели, смотрели, смотрели. Просмотры начали прибавляться, и YouTube пошел вверх, да. То есть и бренд на YouTube сейчас у меня на данный момент, там, по-моему, больше 20 тысяч подписчиков. Подписчики все живые, не накрученные, и это, конечно, здорово, да. То есть бывает такое боязнь, что скажу что-то не то. Ну, да, такое можно сказать. И я иногда чувствую, что я перегнула палку, скажу вам честно. Бывает такой момент, когда я думаю, блин, это не надо было говорить. Но у меня до сих пор это есть, но уже очень-очень редко бывает. Поэтому чем быстрее вы начнете рассказывать мой текст, который я вам дала под себя, видоизмените, и этот текст, который я вам дала на прошлом вебинаре, начинайте говорить, и у вас очень быстро вы войдете во вкус и поймете, как вы экономите свое время, и какая у вас стала включаемость людей, да. То есть созвон провели, и сразу же вы ему рассказываете, да, в этом же созвоне, что у нас с вами 8 заданий на век роста, в письме привет, в последнем задании у вас там есть, как зарегистрироваться на век роста, да. И как только ваш, вас новичок найдет в Телеграм, вы можете его обучать по 8 заданиям, дорогие мои. Задания готовы, ими занимаются директора проекта Фаберлик Онлайн. У нас уже 120 человек активных директоров, вот, которые действительно включены в процесс обучения, работы, сопровождения и так далее, которые рекрутируют и вручную, и на роботах, и на рекламе, да, то есть у нас директора все подкованные очень. И, конечно же, если вы можете открывать 8 заданий своим людям, конечно же, если вы сами прошли обучение до конца. Это сделано специально для того, чтобы, если вы не доучились до конца, чтобы вы не имели права обучать своих людей, чтобы за вас их обучал ваш наставник, да. То есть не прошли обучение до конца, открывать задания сможет только ваш наставник за вас, да. Вот. Далее. Вам не нужно волноваться, как же обучить новичка. У вас все готово. То есть вам единственное, что это сделать, нужно это приблизить его к себе, чтобы он вас нашел в Телеграм, просто его набрать, поговорить в любой соцсети, да, если роуминг. И, конечно же, так как сразу все обучение новичку открывать нельзя, он утонет в информации. Ранее у нас был шаблон переписки, мы его переделали под сайт, где вы поэтапно должны были открывать задания. Кто помнит зеленый сайт еще, да, он был у нас недавно. Вот, ну, новички уже про него не знают. Люди все равно умудрялись открывать сразу все задания, причем не различали, для топ-лидера оно или нет, все равно все подряд открывали. Теперь мы сделали еще круче, что пока человек не читается по домашнему заданию, следующее вы не сможете открыть. И я считаю это здорово, особенно здорово для ваших новичков, потому что вы, как наставники, можете помочь своему новичку и проверить задание у новичка, своего новичка в глубину, если он указал ваш регистрационный номер при регистрации. Это говорит о том, что у нас с вами идет взаимовыручка все-таки сверху вниз, а не снизу вверх, да, то есть люди, которые находятся внизу в веточках, только пришли, им нужно набираться знаний и сначала самим пройти обучение. Всем все понятно? Есть вопросы по этому слайду, дорогие мои? Побежим с вами дальше. Такое чувство, что идет задержка трансляции, потому что я вам задаю вопрос, а вы мне отвечаете очень долго. Меня видно, слышно? Я надеюсь, не сама с собой говорю. Все понятно, нет вопросов, да? Далее, поехали эти с вами далее. Значит, блокировка страничек есть у всех, все жалуются на блокировку. Во-первых, мы это воспринимаем как? Все мы делаем с вами нормально, официально, легально, но есть соцсети, которые любят, чтобы им платили денежки за рекламу, они не любят, что вы там бесплатно зарабатываете, да? То есть вы должны это понимать. И, конечно же, также наша рабочая страничка, это, наша рабочая страничка, это проездной билет, грубо говоря, на работу, да? Плата за бензин, если у вас своя машина, да? Вы приходите за свое рабочее место, нажали кнопку, включили свое рабочее место, компьютер, вы уже дома. Но странички надо создавать, если у вас их заблокировали, да? Далее, если блокируют много, то, конечно, тут нужно обязательно понять, что должны быть разные главные фото, разные тексты. Один и тот же пост нельзя выгружать там на 50 страничках, это табу. Нужно обязательно какие-то подбирать там подходящие слова. Можно этот же самый текст сделать, но поменять там слова, смайлики, видоизменить его и все такое прочее. Далее, значит, разные действия нужно делать со страничек. Не только кучу дружб, закрыл, дальше пошел кучу дружб, закрыл, дальше пошел кучу дружб, да? А еще нужны различные действия. Дружба, лайк, подарочек подарить, если вы в одноклассниках, там много бесплатных подарок. Пост какой-то выпустить неподряд. Может, ребенку дать в игру какую-нибудь там поиграть, да? То есть у меня вот дочка тут камушки перебирала в сокровище пирата ВКонтакте, потому что у меня пару роликов по Ютубу удалили с Ютуба и с ВКонтакта. И я говорю, Катюшка, перебирай мне, пожалуйста, камушки, да? То есть она зашла под логином, паролем, да? То есть у меня сейчас на данный момент два телефона, да? То есть я приношу ей вот этот маленький и говорю, вроде, поиграй мне там, пожалуйста, выручай. Она мне сидит, там играет. Вот, ну, конечно, смеемся, но мне самой играть особо некогда, поэтому у меня есть другие цели. Вот, поэтому я ей подсовываю. И нормально, все хорошо, страничка опять начинает функционировать, работать, да, вот особенно брендовая. Далее, различные действия, они очень строго необходимы. Надо иметь резерв запаса. Страничек всегда надо иметь резерв запас. На случай блокировки у вас будет на чем работать, чтобы у вас на месяц-два работа не остановилась. Пока создаете, пока странички отстаиваются, пока набираете людей, пока вам дадут постить посты про работу, проходит времени действительно много. И нужно понимать, что не создали резерв, понадеялись на то, что есть, потеряли потом в будущем. Можете потерять на качестве охвата людей. Почему я так говорю? Тут все очень глубоко закопано, вот в этом вот маленьком подпунктике. Почему? Потому что у вас цепочка, вы ее ведете, пик взязма вашего новичка 72 часа. Если вы под него не проведете человека, который сделает заказ, он может быть и не поверит в качество вашего бизнеса. А так он увидит живой пример под собой, что люди-то уже вон, видите, активируются заказы, делают, а я-то чего сижу, да. И начинается суматоха, начинается, можно, можно, Юля, начинается какая-то суматоха, человек начинает шевелиться, понимаете. И вот на случай блокировки, когда у вас будет на чем работать еще, то вы должны сейчас понимать, какую суть связи это вот несет между собой, да. Когда у вас вдруг, не дай бог, соцсеть вас обрубила, заблокировала, у вас другой соцсети нет, и вы не знаете, чем поддержать новичка, и в итоге новичок у вас становится неактивным, потому что во что-то он не верил, что-то ему не понравилось, да, то есть и вы не смогли ему доказать при работе, что вы ему поможете в дальнейшем, да. Вот до какой степени это важно. Поняли, мои дорогие, суть связи, вот это вот очень-очень важно. Вот, и напишите мне, пожалуйста, каждый, кто сейчас на вебинаре, что вы поняли, я хоть почитаю вас, да, то есть, потому что тут некоторые недопонимают все равно, и получается, что не работают все равно упрямо в одной соцсети, и потом теряют вот на этом деле, да, потому что, и теряют в этом деле, потому что вот действительно теряют вот этот вот охват людей, и накопительный эффект не только при рекрутинге, но и при работе накопительный эффект тоже теряется. Работать можно здесь и в стране с раз в пять дней, постоянно менять текст, русские буквы, которые похожи на английские. То есть, допустим, работа, можно написать по бота, то есть по английскому сделать, она как R русская. То есть у вас это слово уже не спамное, то есть очень удобно. Один и тот же текст становится разным для всех соцсетей. В задании номер три или четыре сейчас, в общем, есть тысяча уникальных текстов от Виталия Макликова в видео. А также можно менять название картинок и формат. Вот у вас, допустим, 20 страниц, да, ну, к примеру, я сейчас привожу пример. У вас, к примеру, 20 страниц и одна только вот красивая фотография, которая вам действительно нравится. Красивая такая, серьезная, под бизнес заточенная. И вы можете сделать ее, там, расширить формат, сузить формат, да, что-то поделать с ней, чтобы уже формат был другой и название фото было другое. На словах понятно, когда начинаешь. Разнообразие идей, резерв в разных соцсетях. Так, подскажите, пожалуйста, сколько страничек в день лучше создать? По одной в каждой соцсети не чаще. Лучше по одной через день. В обучении по две в каждой... Нет, мы это убрали, по-моему. Я обязательно пересмотрю, обязательно пересмотрю. Репосы, так, все, вижу, вижу, нужен, так, так. Музыку слушать, да, Халима, правильно. Вот отличный совет для новичка, музыку слушать. Тоже разнообразные действия. Включили то, что вам нравится и слушайте. Так, это мы с вами про блокировку поговорили. Все-таки, если у вас блокировка будет происходить, не переживайте, она есть у всех. Еще есть по две странички, да, Наташ? Ну, во-первых, хотя бы вы знаете, что по одной в день. По одной в день. Так, далее, значит, самое главное препятствие, дорогие мои, это сомнения. Вот по эту тему, пожалуйста, послушайте внимательно, потому что как рекрутировать, мы вас учим на марафонах. Техника рекрутинга для вас во всех заданиях обновлена. Недавно обновился Facebook. И, конечно же, вам нужно понимать сейчас, что что бы мы ни делали, если мы несем это все через призму непозитива и желания расти, да, вот так вот идти к росту, а оглядываемся по сторонам и смотрим туда, смотрим сюда, смотрим еще где-то, сомневаемся, в правильном ли мы месте, то ли мы делаем, то, конечно, вот это самое главное, что препятствие – это наше сомнение. Получится, не получится, очень мы боимся перетыкать кнопочки. Но тут вы никогда не поймете, получится у вас или нет, никогда не поймете, поверьте мне, если вы не будете делать и реже дневный рекрутинг в соцсетях по 3 часа, месяца 3 подряд, 3 месяца подряд, не меньше, по 1000 человек в день. Вот через 3 месяца мы с вами встретимся, и вот если у вас действительно не получается что-то, да, то есть мы с вами можем там и рекламой побаловаться, ну это следующий слайд и так далее, да, то есть, но вы никогда не узнаете, получится у вас или нет, если вы не проявите терпение и не прорекрутируете, и не прорекрутируете, получается 3 месяца по сомнению и лень, правильно, правильно. Но мне не хочется говорить про лень, вот, я думаю, люди это сами поймут, да, и пока мы думаем получится, не получится, конечно же, ваши наставники уверенно строят цепочку под вами. Вот лично у меня так, и у некоторых директоров, очень часто такое бывает, если вы в Турбороссе, и под вами человек ведет ветку, вы пока думаете, надо, не надо, буду, не буду, да мне не позвонил наставник, да еще какую-нибудь чушь там, начинаете собирать, чтобы найти способ обидеться, вы можете вырасти на 9, на 12 процентов, а зарплата у вас будет 0 с палочкой. Почему 0? Потому что у вас нет своей структуры в бок, а процентный уровень, межуровневый процент очень маленький. Сходите на маркетинг-план, он есть в открытой запись на нашем командном сайте с вами, вот, и нужно это делать. Валентина, я вам сейчас говорю именно про то, что вы обязаны сделать, если вы хотите выйти на хороший доход. Мы тут с вами идем на статус золотого директора, да, то есть золотой директор это выплаты 100 тысяч примерно в месяц, и вы должны сейчас понимать, что нужно как можно скорее выйти на ИП, чтобы уволиться с работы, чтобы окунуться в свободный бизнес через интернет. Тем более он серьезный, и стаж у вас пойдет как у ИП. Вот. Если с разных устройств свет, можно, можно. Вот. Далее, значит, особенно с телефона, включайте полет, выключайте полет, и можете создавать. Далее, основная работа – это такая вещь, которая может 40 лет вас продержать и выпнуть нищими старичками на пенсию. Поэтому подумайте 10 раз, на чем делать акцент, а на чем не делать акцент. Основная работа меня выпнула из декрета, когда моей дочке на минуточку было всего лишь 2 недели, младшей дочери. Мне просто пришло оповещение, что меня сократили в связи с ликвидацией фирмы, и даже в суд было не подать. Вот она вам и основная работа. Вот она вам основная работа. Поэтому тут хоть что делайте, а бизнес в интернете, я считаю, намного надежнее. Ну, конечно, если вы не какую-нибудь там пирамиду, извините, меня выбрали, а выбрали нормальную легальную белую официальную сетевую компанию с MLM-маркетинг-планом, да. То есть есть у нас компании, вроде как позиционируются и кричат на все стороны, что договор сразу в руки и так далее. Но выводят они деньги по 34%, если по этому не открыть. И получается там вместо 20 тысяч, там 6 тысяч выплаты, да, то есть все остальное забирается. И, конечно, у них линейный маркетинг, и по линейному маркетингу вы должны в 5 раз больше создать, а то и даже в 8 раз больше, если я сейчас правильно прикинула товарооборот, чтобы получать одни и те же деньги тут и там, да. То есть, конечно, при правильном подходе к правильной работе вы должны сейчас понимать одно – ежедневный рекрутинг в соцсетях по 3 часа плюс посещение вебинаров. Вот скажите, я сейчас вам в чем-то навредила? Вашим новичкам что-то плохое сказала? Мне кажется, что все равно я даю дело, и вы должны сейчас понимать, что вашим новичкам это тоже не повредит. Так ведь? Поэтому, конечно, рассылайте записи и новичков зовите. Далее. Дайте себе 3 месяца интенсивной работы, чтобы понять, получится или не получится, а не один каталог. То есть, вы начали работать, и вы сделаете отсчет времени с начала своей работы. Но пока вы создали страничку, пока вы обучились, пока вы прошли 8 заданий, вы не делаете тысячу охват людей в день, это точно. Поэтому отсчитывайте 3 месяца терпеливого труда по 1000 охвата человек в день со звонами, со всем, с подпиской на рассылку и так далее. То есть, в совокупности, вот мы это с вами сейчас должны понимать. И тогда у нас с вами получится действительно тот результат, который мы с вами ждем. Если, конечно, фото качественное, а там не девушка какая-то в купальнике с бутылкой пива, простите, утрирую, но бывает и такое, кстати. Только хорошее нужно, только по делу. То есть, бегало двери открыть, но ничего страшного, бывает. То есть, с кем не бывает. Поэтому проявляем терпение, и человек, желающий действительно серьезно зарабатывать крупные деньги, стремится на минимальное звание золотого директора. То есть, открывает реветки и ведет их. Как только у него реветки выходят на 9-12%, он открывает четвертый, чтобы был отрыв в бок обязательно. Смотрим маркетинг-план. Не забываем посмотреть самое важное, что для вас нужно для начала бизнеса. И, как вы видите, наш бизнес очень простой. Делаем охват, звоним, по кругу вертится, крутится, вертится, крутится. И самое главное, от этого не устать. Самое главное, от этого не устать. Поэтому, чтобы вы не уставали и вдохновлялись, дорогие наши, мы для вас проводим вебинары, конкурсы, розыгрыши, обучение для вас составили. Плюс мы вас приглашаем на дни рождения проекта. Плюс мы вас можем свозить в Тунис. То есть, не забывайте, что вы можете с нами поехать в Тунис за свой счет, неважно на каком вы процентном уровне, если захотите. Но 500, нормально свет, нормально, но маловато уже стало, маловато, да. Но 500 – это самый-самый-самый минимум для человека, который не боится созваниваться. Если ты не боишься созваниваться, то 500 будет даже очень хорошо, отлично будет. Далее. Создали базу, да, то есть смотрим. Создали базу, рекрутинг, да, и начинаем рекрутировать. Созвон, обучение. Рекрутинг, обучение, созвон. Растущая выплата. Овации, чеки, премии, поездки в экзотические страны мира каждый год. Все. Действительно, все легко. И если это поставить на автомат и перестать себя жалеть, что вы там кнопки перетыкали, да, то вам кто-то отказал, да, то есть что вам до этих людей в интернете, которых вы не знаете. Но отказали, отказали. Самое главное – найти тех, кто согласится. Вот. Далее. Самое главное препятствие, наше сомнение – слайд второй. В начале пути все непонятно. Зарплата нас не устраивает, да, ни нас, ни наших новичков. Но тут самое главное – понять сейчас, что через полгода или год вы сможете зарабатывать намного больше, чем на любой доступной вам работе по найму. Вы перевернете свое мышление и вы почувствуете, что такое свобода действий, свобода передвижений, свобода выбора и так далее. То есть это бизнес, это бизнес. Пусть он у нас начинается не с минусов, да, как на работе по найму, как на земле традиционно, извините, бизнес, но все же он начинается с нуля. И мы с вами должны понимать, нам выдали интернет-магазин, и мы сейчас с вами делаем сеть интернет-магазинов, и таким образом, да, то есть кабинетики открываем у своих новичков, и таким образом, у нас с вами месяц за месяцем, год за годом, начинает расти товарооборот, терпение, труд, все перетрут. Чем интенсивнее вы это делаете, тем вы быстрее растете. Сама совокупность всех действий я вам в следующем слайде покажу. Вы, наверное, удивитесь, но это тема топ-лидера, но я решила, раз уж это курс от А до Я, пусть он будет правдивый, и вы будете знать, что вас ждет. Далее. И третье. Частые вопросы у меня не получаются рекрутировать, есть ли какие-нибудь альтернативные методы. И вот мы сейчас с вами проговорим по ним. Я их все испытала уже на практике. Самое лучшее, что у меня получилось, это, конечно, бренд. Бренд – это очень качественный, мега-качественный рекрутинг, когда к вам приходят люди, действительно желающие попробовать начать зарабатывать. Это когда они вас посмотрели и решили к вам прийти. Это мега-круто. Поверьте, у нас есть на вебинаре сейчас люди, которые сами ко мне пришли. Если вы есть, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я не была так вот голословной. И, конечно, есть такие новички. И у нас с вами получается, вот Александра, пришла, вот кто еще, поставьте плюсик. Вот действительно целенаправленно пишут или в ВКонтакте, или в Инстаграм, то есть просто пишут и спрашивают, можно ли узнать про работу. То есть Аллочка. И мы с вами, получается, сразу же, я, ну, глупо говоря, да, получилось сразу же людей, уже желающих зарабатывать в интернете, которых не надо было уговаривать, умолять и так далее. Согласны со мной? Я вас не уговаривала, я вас не умоляла, вы пришли сами, и вы пришли решительно начать бизнес, да? Вы пришли решительно начать бизнес, а это говорит о том, что все-таки бренд – это самое лучшее, да? Я пришла, но сама пришла, да, Танюша? Таня Рябинина очень хорошо ведет бренд, да? Вот. И сейчас нужно нам с вами понимать, чтобы вам в дальнейшем вот такие же умнички, как вот дорогие плюсики, да, дорогие люди поставили плюсики, вот такие же умнички и к вам в команду начали приходить. Поняли меня, к чему я вас сейчас веду? И это может быть у вас настать через три месяца, может, через год, а может и через четыре года, да? То есть у меня начался, вот так вот ко мне начали люди сами по себе приходить, когда я уже открыла статус урбинового директора. Поэтому, конечно же, рекрутинг, выйти на драгоценный статус вам прям жизненно необходим для того, чтобы вы поставили свой бренд качественно, да, чтобы вы могли показать результат. Но вы свой бренд уже с нуля можете сейчас начинать развивать, какие-то ролики постить, какие-то посты от себя писать, да? То есть тут так не особо так круто, да? То есть, да, то есть один пост там в день, это, конечно, мало для бренда, но это самый минимум, который вы уже можете начать делать и собирать каких-то людей, которые за вами будут потом следить в итоге, да, развивать какую-нибудь тему, да? Да, тему там, ну, я не знаю, но рецепты, конечно, далековато, но что-то вот может быть отношение, там, тема отношения людей к деньгам и так далее, вот что-то такое можно начинать развивать, да? И что тут получается? Альтернативные методы ручному рекрутингу. Первое. Платные роботы, но это сразу же я вам говорю, вот вы устали рекрутировать, вы можете купить себе робота, но это намного больше охват людей нужно делать, качество регистрации ухудшается при более большом охвате людей. Если делать охват людей в два раза больше, то есть если у вас с тысячи людей, допустим, 2-3 регистрации должно быть, то тут с тысячи людей может не быть их, поэтому надо делать охват 3 тысячи в день. 3 тысячи в день, это называется в три раза больше, да? То есть и страничек вам нужно в три раза больше, но охват есть, вот точно я вчера, помню, вчера или позавчера разговаривала с Дашенькой Пахильчок, она работает, по-моему, РК-бот, я боюсь соврать, да? То есть она работает, ну, по-моему, да, РК-бот у нее, и он у нее делает охват, и у нее действительно от 20 до 40 регистраций в каталог. И, конечно, 40 регистраций в каталог, но они не все такие качественные, как они могли бы быть при ручном рекрутинге, да, потому что роботный охват, и это нормальный охват, да? Да, там идет еще больше блокировки страниц, поэтому, конечно, чтобы запустить робота так, чтобы вас не блокировали, нужно вообще делать маленький охват с каждой странички, там вот это вот все, быть очень дотошными, но с другой стороны, включили, пошли в магазин, пошли с ребенком, там, не знаю, на прививку, если вы в декрете, ушли на работу свою, да, то есть на обеде вернулись домой, и, получается, взяли и отработали тех, кто вам ответил, тех у вас, кто дружбу принял. Это, конечно, удобно, да, но смотрите сами, да, то есть есть альтернативные методы и ручному рекрутингу, это платные роботы. Далее, второе, это реклама, таргетинг и контекстка. Коля занимается таргетингом, у нас очень хорошо пошла контекстка с Антоном, да, то есть это от 10 тысяч рублей в каталог, мы научились находить около 100 регистраций, 100-120, плюс к этому ко всему каждый примерно четвертый, третий делает заказ, да? Да, надо 300 страниц, Оля, правда. Вот, каждый третий, четвертый примерно делает заказ и действительно эти 10 тысяч отбиваются, вы уходите в плюс, и причем мало того, что вы уходите в плюс, то вы еще должны понимать, что если у вас где-то страничка неправильно оформлена, вы человека провели, вы его нашли, вы ему все начали рассказывать, а он заходит к вам на вашу страничку, а там что-то не так, да, то есть получается, то есть тут должно быть все идеально, потому что человек к вам пришел с рекламы, да, то есть вы должны быть прям мисс вселенная, вот, или мистер вселенная, да, то есть можно найти регистрации, да, то есть тот, кто развивает свои кабинеты, то за 10 тысяч, ну, может быть, регистрации 20 у вас будет, в каталог, знаете почему, потому что кабинет еще не развитый, не так далее, мы уже рекламируемся, ну, где-то около полугода, ну, год точно рекламируемся, но качественная реклама у нас пошла около полугода назад. Далее, и, конечно же, таргетинг от текстка дает очень мало вам бизнес-партнеров в команду, у вас будут такие же покупатели, но если вы хотите быстро, там, допустим, вот сегодня вам стукнуло в голову, хочу рубина за год, ничего не знаю, вот хочу рубина и все, вот мне нужен статус рубина, я хочу вот прям там 150 тысяч каталог зарабатывать, мне нужны эти деньги, все, я хочу жить нормально, надоели мне эти 20 тысяч на работе по найму, вот я решила, я хочу рубина. Вот это все в совокупности с ручным рекрутингом, вот это все вместе даст вам рубина за год, это 100%. Как отрабатывать? Ну, есть же программки, которые собирают странички, и вы можете отвечать. То есть тут понятно, что нужно такую программку тоже приобретать, тут уже никак без этого, Юлия. Вручную, конечно, можно сидеть, но если нет детей, вот и, в общем, у вас ничего нет, кроме компьютера и дорогого проекта Фаберлик Онлайн. Но нужно понимать, что действительно у большинства лидеров, все-таки большинство лидеров на нашем проекте, это мамочки в декрете. Очень много мамочек в декрете. Просто львиная доля, это мамочки в декрете. Поэтому, конечно, да. Сколько советовать новичку? Свет, это есть в обучении, но желательно штучек 40. Вот Таня Рябинина штук 40 рекомендовала. И не каждый день создавать. И не каждый день их запускать в работу, иначе будут блочить и теневой бан, там и все есть. И хэштеги там миллионники нельзя, в принципе, много. Один миллионник только на один пост можно. Поэтому, да, там, конечно, можно даже побольше, побольше даже. Вот. То есть наша с вами цель сейчас понять, что первое, это ручной рекрутинг, второе, платные роботы, третье, это реклама, четвертое, это бренд. Если в самокупности вы возьмете вот это все, погоните сейчас три ветки в цепочку, да, не отвлекаясь никакие там на акции в первую линию, ничего, у вас цель Рубин, у вас цель там 220 тысяч премии единовременной, вы этого добьетесь, вы это сделаете, да. То есть засучили рукава и пошли, это можно сделать. Ильюль, я не могу сказать, что сложно, потому что я росла вручную одна до уровня старшего директора. Все вы знаете мою историю успеха, ко мне муж присоединился со старшим директором, но он мне помогал водиться уже с 9%, когда я сделала 50 баллов и заплатила 1600 рублей, он мне начал помогать, потому что понял, что я начала со своего интернета, да, то есть чуть ли не вышла там за него замуж за этот интернет и сидела с ним вместе, но он начал видеть первые выплаты, первые деньги. Вот, поэтому до уровня старшего директора можно вырасти быстро, если качественно запускать каждого человека, но нужно понимать, драгоценный статус, это мышление очень сильно перевернутое наоборот. Да, то есть вот этот слайд, когда меня спрашивают альтернативные методы рекрутинга, пожалуйста, они есть, и мы это все умеем, но это огромный труд. Вот, давайте даже возьмем с вами пример. Позавчера я провела вебинар, создала три ролика на ютубе, вчера я создала два ролика на ютубе, да, то есть провела три созвона, сегодня, да, то есть я провожу вебинар, да, иду в зубной вечером, и уже с утра я сняла видео по пустышкам, у меня очень много сейчас неопубликованных роликов, заранее, да, у меня там штук пять роликов точно неопубликованных, которые я публикую там через день, вот, то есть я действительно, у меня работа кипит, и я понимаю, что такое бренд, да, сейчас я стримлю свой данный вебинар, и я тоже понимаю, что тот, кто ко мне придет, да, то есть он уже уверен в том, что я ему научу правильным вещам, и если он ко мне придет, этот человек, да, в интернете посмотрит мои вебинары, придет, он понимает, что я не совсем сиди, я сам открою, да, вот, поэтому вручную я выросла, но у меня был один ребенок, ей было год и два, не знаю, как девочки растут с двойняшками, грудничками, но действительно есть такой пример на проекте, что они растут и вышли уже на 15-19 процентов, понятно, что помедленнее, не так, как люди, которые имеют доступ к работе, и круглосуточно сидят в интернете, у них другие возможности, но есть у нас пример, есть девушка, у которой четверо детей, и она директор, и она огромная умница, вот, поэтому тут, конечно, мне кажется, знаете, что наоборот, чем у вас больше детей, тем у вас больше возможностей работать, потому что у вас больше желания обеспечить свою семью, чтобы она, чтобы ваша семья была в достатке, вот, я думаю так, потому что, когда у меня была одна дочка, мне хватало на жизнь, я была там продавцом, потом вышла на заведующую, и все было хорошо, и все было здорово, и никаких проблем у меня не было, да, то есть, но когда появился второй ребенок, я села в декрет, двое детей, минус целая зарплата, плюс сокращение, плюс мужа уволили, начались пени на кредиты, вот тогда я хлебнула корей, я поняла, что такое, когда у детей нет денег на лекарства, да, то есть, и так далее, вот, поэтому, да, чем больше у нас времени, вот, Лен, действительно, тем медленнее шевелимся, вот, это действительно так, но когда у мамы много детей, и мало денег, мамы обычно рвут и мечут, и делают даже так, что начинают зарабатывать в 2-3 раза больше своего мужа, да, это факт, это факт, самое главное, бояться нечего, вроде бы как вы в интернете, вроде бы как вы при удобном графике, вроде бы как это сказки, да, но с другой стороны, но с другой стороны, у нас так, один слайд пропал у меня, но с другой стороны, вот, что нужно знать о терминации, так, что я хотела сказать, но с другой стороны, вы же должны понимать, что все официально и легально, и вам просто круто повезло, что вы узнали про такую возможность, да, то есть даже мама в декрете может выйти за год на заработок в 100 тысяч рублей, кто маме в декрете может помешать, так ведь, вот, далее, что нужно знать о терминации, да, то есть это уже последующая тема, это чистка неактивных регистрационных номеров, она происходит для того, чтобы не перезагружать сайт людьми, которые не хотят сотрудничать и покупать у компании Фаберлик, с даты последнего заказа номер активен полгода, то есть это 9 каталогов, на 10 идет терминация, удаление номера, даже если под вами есть структура, все равно номер удаляется, и далее, с момента регистрации и без первооплаченного заказа 3 каталога, да, то есть человек зарегистрировался, без разницы, есть под ним структура, нет под ним структуры, если он не делает заказ, то его компания Фаберлик терминирует за неактивность, вот, после терминации за неактивность, в обоих вариантах регистрироваться можно сразу же в любую структуру, далее, люди, идущие на терминацию, выделены красным цветом в распечатках по личной группе в разделе отчеты официального сайта Фаберлик, то есть у нас с вами есть такой отчет, люблю тыкать кнопочки, ну да, проще не бывает, конечно, работы, я не, знаете, может быть я такая легкая на подъем, но я не понимаю, как это может быть тяжело тыкать кнопки, вы сидите на автомате, тык-тык-тык-тык-тык-тык, ну кофе принесли, ну там спина устала сидеть, ну прогулялись, вы сходили дым, в магазине, пришли опять тык-тык-тык-тык, я не могу сказать, что это сложно, я не поверю, кнопки тыкать можно в любой ситуации, даже лежа в постели с гриппом, вы можете тыкать кнопки, я ни за что не поверю, что это тяжело, далее, что нужно знать о кодексе компании, самое главное, кодекс у нас длинный, большой, его читать не любят, но если вы действительно хотите стать драгоценным директором, нужно начинать с чистых нот, первое, что вы должны знать, это о перерегистрациях, перерегистрации запрещены, что такое перерегистрация, это когда у человека есть регистрационный номер, и он хочет завести второй, или ему, не дай бог, представитель Фаберлик, предлагает завести второй номер, или перерегистрироваться на брата, мужу, сестру, и так далее, все это считается перерегистрацией, если ваш близкий прямой родственник, или вы были ранее зарегистрированы, где-то в другом месте, и вдруг вы решили завести второй регистрационный номер, то что бы вы ни делали с этим номером, вас все равно вычислят, может быть не сразу, но в дальнейшем вычислят и удалят, поэтому, конечно, ваш регномер должен быть чистый и без всяких изъянов, первое, что бывает наставнику, первое, это предупреждение, второе, это сразу штраф, третье, уже удаляет номера, номера у наставника, вот, ну, там со временем, если это редко бывает перерегистрация, вот у меня бывает раз, где-нибудь да проскакнет, ну, что мне делать, ну, лезут ко мне люди сами, проскакивают, пытаются подставить, думают только о своей копии, которая у них вообще ничего не получит в итоге, потому что они перерегистрации все равно, их вычислят и удаляют, но они все равно лезут, им лень читать кодекс, да, то есть, есть у меня такие ситуации, что, если у вас в течение какого-то времени нет перерегистрации, то это как бы предупреждение снимается, и снова, потом вот опять предупреждение, да, то есть, но можно дожить и до штрафа, и до терминации, вот, все равно это перерегистрация, нельзя иметь два, одинаково, два рекномера одному человеку, ни в коем случае нельзя, так, не перерегистрируйте людей, как бы они к вам не просились, очень много людей просится, обещают золотые горы, обещают молчать, и потом вам же это выйдет боком, нельзя регистрировать человека, если у вас близкий родственник, уже зарегистрирован в компании, именно близкий родственник, там, допустим, свекор, свекровь, это не близкие родственники, да, чтобы вы понимали сейчас, работаем честно, а значит, спокойно, надежно, поэтапно и с улыбкой, вот, как родственников можно проверить, как можно найти, Людмила, вы скорее всего, еще не пользовались нашими инструкциями, в инструкциях написано, и в первом задании написано, что подтвердите, что ни вы, ни ваши близкие родственники, ранее не были зарегистрированы в фейберлик, человек это подтверждает, человек это подтверждает, то есть, мы, грубо говоря, верим на слово, но у нас с вами есть доказательства, что человек сам сказал, что он нигде не перерегистрирован, и если все-таки перерегистрация, потом выяснится, этого человека у вас удалят, у вас будет скриншот того, что человек говорил, что да, он нигде не перерегистрирован, а кодекс, где можно найти, на сайте фейберлик, на нашем сайте фейберлик, заходите вниз, вот в подвал, и там увидите раздел подтвердства, и там есть и правила сотрудничества, и бонусы всякие, и акции, там есть все, не только правила сотрудничества, вот, ну что ж, смотрю, вопросов нет, мои дорогие, тогда мы с вами понимаем, что работаем мы, конечно, без начальника, понедельника и будильника, подгонять вас никто не будет, но мотивация это наша, что много новых статусов и чеков у нас на проекте, открывается, получается, и это живой пример нам с вами, Аня, если муж захочет тоже присоединиться, как его регистрирует под себя, строго в первую линию под себя, Далее, но к работе мы относимся, соответственно, с первого дня, даже если вас никто не будет, как вам даже сказать, стоять над душой и говорить, работай, работай, да, то есть у нас не работа по найму, мы работаем на себя, вот, поэтому старайтесь себя самоорганизовать и попробовать, а потом говорить, что у вас не получается, выполняем все рекомендации, да, то есть что-то непонятно, сразу спрашиваем, самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, и вы об этом знаете, но все равно некоторые стесняются мне задать вопросы, работа по найму, это, конечно, тоже стабильно, как и наша компания, мы имеем официальное представительство 42 странах, но у нас есть то, чего нет на работе по найму, да, вот, первое, это неограниченный доход, наша работа освобождает время, нас никто не уволит, если мы не будем заниматься перерегистрациями, будем соблюдать кодекс компании, да, бизнес передается по наследству, то есть вы его можете оставить своим детям, Александра можно, мы лично заинтересованы, чтобы вы вышли на более серьезный доход в кратчайшие сроки, то есть если на работе по найму вы растете, вас может кто-то попытаться и скинуть, и подсидеть, и позавидовать, да, тут количество вакантных мест на директора, золотого, серебряного не ограничено, вы можете, вы можете расти по карьерной лестнице, вас никто за ноги обратно дергать не будет, мне в июле рожать, чтобы получить бонус материнства до июля, мне нужно быть уже на уровне 15%, так, бонус материнства и усыновления у нас говорит о том, что вы должны быть и П, и на 15% не менее 8 передов подряд, и только тогда вы сможете заключить бонус материнства и усыновления с компанией, Сашенька, только тогда, так, ну и давайте улыбнемся, разрядимся, мой такой любимый анекдот, можете его почитать, если у кого-то есть вопросы, задавайте, мы с вами сейчас прошли, в принципе, весь курс от А до Я практически целиком, у меня еще на прошлом, на прошлом курсе, был, был вебинар про конвейер, вот, но конвейер, к сожалению, я уже вам провела чуть ли не в самом начале, да, то есть нужно обязательно понимать, что вы должны включать сердце, теплоту, каких-то крутых, хороших отношений и доверять человеку только после того, как он у вас хотя бы начнет странички для работы создавать, да, до этого вы бизнес-партнеры, и до этого вы, ну просто вы не сможете, если у вас будет много регистраций, всех любить и обожать, это просто невозможно, да, то есть конвейер у нас с вами должен идти и быть хладнокровным, вот, поэтому не заостряйтесь на отказах, не заостряйтесь на людях, которые у вас начали работать и, может быть, бросили, да, то есть наша цель фокусироваться на активных людях, а если их нет, то удвоить рекрутинг, вот, ну вот, мой любимый анекдот, если честно, вот, вот, поэтому я стремлюсь вас к такому образу жизни, чтобы вообще быть ничего независимым, что даже рыбку, что даже рыбку, мне исполнить желание даже на той рыбке, во, заговариваюсь уже, но что ж, дорогие мои, так, смотрю вопрос, рабочей страничке, новичку создавать максимально приближенно к обычному человеку, да, во работе, можно, но не так, что работа, приходите работать, то есть не вот эти вот лозунги, да, то есть, ну, они, в принципе, не работают, а можно там сказать, вот, там, стою из окна, смотрю, как люди бегут на работу, а моя работа дома, как здорово, да, то есть, бла-бла-бла, вот что-то такое, вот, понимаете, так надо, такие посты писать, вот, или лучше выставлять скринные доходы в коллег, говорить об акциях без конкретизации компании, компанию, я всегда говорю, что Фоберлик, у меня даже в мыслях не было не говорить, что это Фоберлик, никогда не было в мыслях, вот, или лучше выставлять скринные доходы, можно выставлять в своих группах, в своих страничках, скриншоты доходов, Мои скрины ни разу не удаляли. Вот, самое главное, это сторонние ресурсы. Ну что ж, дорогие мои, сейчас я с вами хочу поговорить на прощание. Это курс от АДА у нас с вами закончен. И осталось только мне ответить на все ваши вопросы. На все ваши вопросы, значит, так, где-то у меня был файлик, где-то у меня был файлик, в котором вы заполняли вопросы. А вот курс от АДА я, да, то есть на некоторые ответы, на некоторые вопросы я написала ответы, да, то есть вот этот файлик, пожалуйста, пройдите, посмотрите, да, то есть я сейчас буду подбирать темы, которые вы там написали, заполнили вопросы, мне спасибо большое, буду подбирать темы, еще буду проводить вебинар. То есть курс от АДА я официально закончен, мои дорогие. Скажите, пожалуйста, что вам понравилось в курсе, что не понравилось, как вы считаете, будет ли у вас сейчас получаться лучше расти. Потому что все-таки по рекрутингу у нас с вами очень много марафонов, очень много информации всегда, да, то есть, а вот по сопровождению людей, конечно, информации намного меньше. Вот, я вас, скорее всего, попрошу написать отзыв на своей страничке Инстаграм, потому что я старалась, и вы мне помогите расшевелить мою страничку. Вот, я напишу пост, разошлю его по чатам и надеюсь на вашу отзывчивость на моих страничках. Всем заранее спасибо, была рада быть вам полезной. Курс от АДА я на моем YouTube-канале. Если нужно, ставьте плюсик, я вам скину. Я буду надеяться, что у нас с вами к осени будет просто поток новых золотых директоров, которые будут стоять с чеками на сцене и кричать, да, я это сделал. Девчонки, мальчишки, я за вас действительно переживаю. Все мы с вами люди, все мы с вами хотим жить, конечно же, намного лучше, чем живем сейчас. Вот, ссылка не открывается, не может быть открывается. Это учебник, да. Ну, это мои, конечно, личные наблюдения. Лучше еще, конечно, обратиться к другим авторам, да, то есть это мое авторское обучение, выдуманное из головы, грубо говоря, вот, на личной практике созданное. Вам же я бы еще порекомендовала почитать «Бедный папа», «Уроки на салфетках», «Квадрат денежного потока» и так далее, да. То есть, конечно, книжки нужно всегда читать, всегда нужно слушать не только одного человека. Да, у меня действительно очень быстрый и крутой рост, но я вам показала, что я делаю, да. У меня в совокупности четыре варианта работы в одном, да. То есть, и я и бренд развиваю, и таргетинг с контексткой использую, да, и роботы у меня, и все такое прочее. Вот. Ну, все. Спасибо всем, мои дорогие. Сейчас сделаю пост для вас, и вы мне там отпишитесь комментариями. Хорошо? Поставьте плюсик, согласны? Ну, я его могу и вновь ведь начать. Просто сейчас мы уже будем начинать подготовку к дню рождения проектов «Иберлик онлайн» в Кирове. Приезжает очень много народу. Есть лидеры на 6%, которые едут нам за 2000 километров. Я очень рада. Кто-то, фу, недалеко, там две остановки на такси, там на трамвае, да, кировские. А кто-то за 2000 километров едет. Спасибо, конечно, дорогие мои, что вы меня так цените. И вдруг кто-то надумает, обязательно вас ждем за мотивацией, за вопросами, за живыми вечерними беседами. Ждем вас в городе Киров на аудиенцию поболтать, пообщаться. Вот. Аллочка, в чем дело? Садись и едь. К нам Ирина Ткаченко в позапрошлом году с Казахстана прилетала, конечно. Да, обнимемся с Леночкой уже. В Казани мы первый раз увидели, второй раз в Казани, а третий раз, по-моему, уже в Кирове. Да, Лен? Мне до вас двое суток и восемь часов. Ну, нормально. Ну, билет, что правда, дороговато будет. Ну, Людочка, я не могу, что я хороший спонсор, потому что я на расхват, и частенько мои новички ищут себе информацию самостоятельно. Такое есть. Я могу час-два не ответить даже. Всем можно до единого. Всем, кто желает день рождения, проект Фаберлик онлайн для всех. Даже для тех, кто к вам через месяц зарегистрируется. Даже для тех, кто думает зарегистрироваться к вам или нет, вы их можете взять с собой на праздник. Два дня будет. Первый день экскурсии аквапарк, второй день караван истории и официальная часть. Будем отмечать день рождения. 4 тысячи в один конец. Ну, да, так-то, в принципе, нормально. Не круто прям, но дороговато, конечно. 20 апреля будет в Кирове и 13 апреля будет в Черкассах. Ну, все. Всем пока-пока. Зовите всех на день рождения проекта. Вот. Всех целую, всех люблю. Табличку, табличку я вам скинула, да, то есть, как даже сказать-то, анонс того, что я буду проводить, есть у вас, да, то есть я буду уже там подавать темы. Все. Всем пока. Рада, что вы ко мне пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова